Ребят, перед тем как мы начнём, я хочу устроить такой малюсенький розыгрыш. В общем, я устраиваю розыгрыш на комплект легендарного оружия. Ну, то есть это Сайгрэй, МП5А5 Кастом, Сайга Кастом и АТ-308. Сроком на 14 дней. Весь этот комплект достанется одному человечку. Ну, условия конкурса вы знаете. Поставить лайк, оставить комментарий, связанный с этим роликом. И быть подписанным на мой канал. Через пару дней итоги в моём паблике ВКонтакте. Так, я тут где-то Челика видел. Я надеюсь, он далеко не убежал. Ага. Так, я надеюсь, он меня сейчас не заспотает. По идее, тут темно, и меня тут не видно. Просто гайд. Как стать ниндзя? Сеньор, куда путь держите? Посоветуйте, пожалуйста, как пройти до библиотеки. Херня вопрос. Пошли со мной. А, вы туда? Ну, тогда давайте, я вместе с вами пойду. Надеюсь, вы не против. Что-то идиот так аккуратненько всё высматривает. Интересно, он далеко? А, недалеко, я понял. Он, походу, нашёл место, где ему прям нормально будет. Так, сейчас я ему попробую сюрприз устроить. А, сука, кто слеп и на выживание бросать? Там, где по нему шмаляют. Так, ну, этого надо убивать. Да, блин! Да, стой, 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 подожди, подожди. Ооо, щас я тебе устрою. Сука! Давным-давно, когда в Варфейсе не было ктаров, каликов. Мы качались, покупая випки. И бегали в стандартном снаряжении на ПВЕ, чтобы быстрее-быстрее открыть поставщики. Эх, были времена. Ну, а сегодня ты можешь зарегистрироваться в Варфейс сразу с лучшим снаряжением и донатными пушками. Регистрируй новую почту на Mail.ru, переходи по первой ссылке в описании и открывай золотую коробку с донатом два раза. Потом переходи по второй ссылке и забирай комплект боевого снаряжения и пулемёт М-60 на месте. И вместе с этим у тебя произойдёт регистрация в Варфейсе. После чего переходи по третьей ссылке и забирай комплект пушек Неон. На этом всё, можешь смело врываться в игру и создавать персонажа. И не забудь боевое снаряжение из своей корзины предметов на сайте игры. Ах да, докачавшись до 11 уровня, тебе высосится предложение, где может быть золотой донат. А при первом пополнении на 1000 кредитов, ты получишь имбел, нож джет-команда и мотеба в камуфляже камыш. Ну что ж, удачи. Охренеть, оказывается на высоком графоне тут смотрите сколько камней лежит. А я когда на низких играл... Так. Здрасте. Вы с чем пожаловали к нам? Так, надо, наверное, сейчас флешечку дать ему. А то сейчас как бахнет меня тоже с Тауруса. Не-не, чувак, господи. Ну, я чуть-чуть. Так, чисто челочку подровняй. Так, ещё один жетончик, да? Хм. Взять, не взять. Хотя нет, пожалуй, сейчас сделаем кое-что другое. Вот так вот. Опа. О, так это походу... Да, это тот Сиротаурус. Я понял, я понял. Нормально. А уже отомстил разочек, уже жить мне теперь будет спокойнее. Так, ну давайте. Чё, тест на внимательность. Поехали. Минка, жетончик. Чё ещё нужно для счастья? Сейчас посмотрим, может, авось кто-то придёт. А, авось и не придёт. Ну, это уже время покажет. Я-то человек терпеливый сам по себе, да? Вы же знаете. Я сейчас дождусь своего. О, а вот и наша цель. Это, кстати, опять тот же самый снайпер, который меня убил с Тавруса. Пацан. Мы тут ещё долго лежать будем, нет? Да, я сам устал уже. А, ты байтер, типа? Ну да. Жду свою цель. Ну давай, давай. Опа. Нас спалили. А вот, кажется, уже и... Начались проблемки. Потому что нас заспотали. Так, где-то там есть. Давай, давай, давай. Выходи, чё ты? Здрасте. В следующий раз нашим потехам не мешай, понял? Так, а жетончик? Жетончик. Ну давайте, может, тот придёт. Попробуем что-нибудь замутить сейчас. Прикольное. У меня, кстати, чтобы вы знали маскалат. Ну, это скин шершный. Вот. Собственно, меня в этих кустах вообще не видать. Чел, вот заметьте, чел чуть на меня не наступил. Папира-папау. Папара-пира-папа. Так, мне сейчас... Мне сейчас это послышалось, или вот там вот за дверью кто-то есть? Да, вот, жопа торчит. Какого черта? О-дарова. Блин, я думал, он так и не посмотрит в одну сторону. Давайте-ка наведаемся ещё раз в тот уголочек. Мало ли там сидит опять этот... Супер-про-мега-тащер-нагибатор-1337-игрок. Ну, вы поняли, о ком идёт речь. Ну, а вдруг? Просто чисто так. На шару сейчас зайдём туда. А он там будет чилить. Как в прошлый раз. Ну, это было... Погоди. Здорово, не мешай. Я вообще, собственно, мимо шёл. Ну, раз уж ты мне попался, то ладно. Как бы сам выбрал свой путь. Так, ну, я всё же сейчас загляну на это место. Ага, слышу, кто-то чешется тут. О! Здорово, братан. Как бы тебя убить-то? Флешку бы тебе кинуть? Или, может быть, задефать просто подойти? Может, вообще зарезать, а? Хотя у меня есть кое-какая идейка. Сейчас попробуем прямо ему в камеру прыгнуть. Опа. Так, я очень-очень-очень надеюсь, что он меня не услышал. Потому что такой кадр сейчас зафейлится. Хотя, судя по тому, как он играет... Думаю, он вообще на колонках максимум. На прицеле, походу, лежит. У меня сейчас охеренная идея возникла. Сейчас, 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 сейчас. Так. Раз, два. Здорово! Эй, почему не упал? Блин, да не та кнопка. Я верю, что я могу лететь. Чё, я полетел? Слушайте, ну я бы обосрался. Па-па-па-ра-пау. Опа. А это чё это у нас там за маслята сидят? А? Что это у нас тут за сладенький голубчик? Ну, так бы Элис, наверное, сказал. Его вообще, походу, в жизни не учат, да? Это, походу, тот же самый чувак. Который там сидел за дверью. Да? Ку-ку. Чё, реально не видит? Опять в прицеле обитаешь? Так, ладно. Раз тебя жизнь ничему не учит, сейчас мы тебя попробуем научить. Так, надо сейчас пламик поставить, чтобы звук громче был. Вот я сейчас просто представил его рожу. Хватит тебе бегать от меня, эй! Васька! Ну, хоть бы раз даже обернулся, посмотрел назад для подлечения. Хотя, да, о чём я говорю вообще? Так, ну, в таком случае... Да, стой ты! Да, подожди ты ровно, стой! Вот, отлично. Так, ну и... Надо тебе флешечку. Так, ну и пока никто не пришёл, давай, прынём, что ли, наверное. Потому что кадры нужны. Ну, вы все с вами знаете. Здорово, охотники! Ну, этот выпуск прям получился вот прям супер сочным. Я аж реально, я когда монтировал, я сам прям сидел и радовался ещё раз и прям ржал над всеми этими ситуациями происходящими. Эх, ну, если бы были в каждой карточке вот подобные маслята, то я вообще писал бы эти охоты, ну, бог прям штамповал один за другим. Ну, а чтобы мне вас удивлять и чтобы вам нравились ролики, мне нужно каждый раз искать что-то прям вот, ну, супер такое вот прям зашкварное. Ну, а таких ситуаций происходит немного. Смотреть на то, как я постоянно просто ложу людей на лопатки и ставлю под них минки, ну, наверное, уже всем надоел. Ну, и поэтому к этому делу я сейчас подхожу прям тщательно. Ну, и это, собственно, сейчас является причиной того, что охота на любовь выходит несколько реже, чем ранее. Я, в общем, этот ролик делал до того ещё, как я уехал в сладебное путешествие. Да-да, кстати, я женился. Но ролики будут выходить также, в таком же порядке, через день. Так что не переживайте, всё чики-пуки с этим. Я, в общем, сейчас отдохну, наберусь силёнок, наберусь воображения, вдохновения почерпну. Приеду и забахаю вам суперский выпуск. Ну, а пока что я с вами прощаюсь. Огромное вам всем спасибо за внимание, всем удачи и давайте. Пока-пока. А, ну и ещё, раз уж вы ещё тут. Точно такую же рубрику я снял в другой игре. Вот буквально позавчера он вышел на канале. Ссылочку на этот ролик я оставил в описании, так что перейдите, посмотрите. Получилось тоже очень весело. Ну, хотя, чё я вам рассказываю? Мы ж все охотники, все одно единое. Вы сами всё знаете. Субтитры сделал DimaTorzok